Всем привет! Доброго утра! На улице народа никого, как я люблю очень сильно. Сейчас суббота, практически 7 утра, ну не совсем где-то полседьмого, поэтому народ весь еще спит нормальный. А я мчу на электричку. Сейчас встречу свою маму, и мы поедем в столицу нашей родины, в город Москву. Там нас встретит мой брат, мы немножко пообщаемся, и дальше с ней поедем, скорее всего, в Царицыно. Там я ни разу не была. Посмотрим, какая там обстановка, что как. Возможно, зайдем в какое-нибудь из старинных зданий, я вчера уже посмотрела. И там же есть выставка России в миниатюре. Поэтому туда. А второй половине дня, я думаю, что поедем на ВДНК. Ну, в общем, планы грандиозные. Вчера тоже планы были. В итоге, вон, даже в шкинь попала. В жизни не думал, что то. Я сейчас нахожусь, можно сказать, в артерии нашего города. Вокзал Голотвинский. Я вам показывала уже. 19 градусов. Мамочка моя меня уже ждет. У меня, как и он, инвалидный, проезд бесплатный на электричках, на метро. Даже на электричках повышенной комфортности у меня бесплатный. Мама тоже проезд бесплатный, но только на обычных электричках. Так как она пенсионер уже, да. Легким движением руки и мою на вокзалы. К маме с этой платформы ехать. Вот социальная карта у меня. И по ней как раз можно пройти. Ну, как бесплатно. Для меня бесплатно. Государство, грубо говоря, за меня платит. Потому что я инвалид, и эти группы. А мама, она пенсионер. Тоже бесплатно. Сейчас будем ждать свой поезд. Наш поезд придет вон оттуда. Там у нас находится Рязань. Эта электричка рязанская. Но она идет очень быстро. Все, мы уже сели в электричку. Едем. Но электричка так себе. Ну, ничего. Бесплатная такая. Приехали мы на Выкино. И идем на метро. Это выкинная я жена. Где-то около года. Поэтому все родное, все знакомое. Все, идем в метро. То есть, тебе так же много положить. Просто на нее деньги любые, да? А потом человек послал. Да. Как ты пользуешься стрелкой у нас в городе? Так же и в точности. Плюс еще, если стрелку ты покупаешь у все, она безвозвратная, то эту ты можешь сдать себе, и вернуть залоговую стоимость. Пойдем. Ну, Выкино. Метро Выкино не особо просили. Поэтому пока спечула. Я вам покажу ту станцию, которую мы приведем. Ее открыли совсем недавно. Едем уже в метро. Конечно, туда мы вышли. Пришлось за ту станцию на Лизанском проспекту ехать. Сейчас едем обратно на Выкино. Ну, так получилось, что Саша зато покатается. Тут и метро. С кем не бывает. Сейчас вон вагоны метро. Вот такие длинные. Не здорово. В общем, мы как... Можно сказать, мы как везетки. Термобытные. Мы долго такого не видели. Показывает, где Вы едете, как чего. Нам уже садну установочку. И дальше мы делаем пересадку. Станция Лермонтовский проспект. Переход на станцию Косино. Да. Это Лермонтовский проспект. Молк. Молк. Лермонтовский проспект. О, да что-то все переливается. Как странно. Еще пахнет прям нагнем. Только недавно открыли. Этой ветки метро не было. Ну, станция так себе. Я думаю, что сделают что-то интересное. Ну, что такого. Свет естественного. А крайне. Ну, не видно. Вот, получается, мы на Косино. Вот все. Как-то далеко идти. Приехали мы на нашу станцию. Ну, а не какие-то однотипные такое ощущения. Ничего такого. Лермонтовский. В общем, такое метро. Даже показывает, когда следующий будет вагон. Мы приехали. Как я понимаю, это Люберцы. Не Красовка. Рядом, наверное, может, и здесь нет. В общем, ребята, сама не знаю, куда приехала. Главное, что приехала. Новый мелькорайон. Все застраивается. Все выстраивается. В общем, везде идет еще стройка. Скоро будет заселен полностью. И уже совсем другой вид. Все в метро раз. И ты где хочешь. И в то же время нету вот этой вот суеты Москвы, которая мне очень не нравится. Находимся в одном из дворов этого маленького краенчика, который вот только застраивает. Очень красиво, очень оригинально. Вообще классно. А вот еще один двор. Специально зашли показать. Все новостроечки. Все дома. Также клейбером сделаны. Сделаны вот по-другому совсем. Тоже здорово. И везде-везде новые домики. Вот мы и добрались. Вот этот авторитет. Погода вообще нам благоволит. Музей-заповедник Царицына. Посмотрим. Еще здесь не первый раз. Надо было шляпу с собой брать. Кто бы знал. Смотрели ворота. Классно-классно-классно. Наподобие маленького Петергофа прям. Ну, Кать, давай сам определяйся. А вот надо смотреть. Видишь, краткое изображение того, что еще есть. Ну, давай сейчас мы сюда пойдем. Потом он здесь пройдет. И вот мы. Значит, надо идти вот сюда. Газон весь стриженный. Все ровненько. Клумбы. Идем по мостику. Здесь свет. Мы идем в фонтану. Очень десерно. В фонтану. Идет прохлада. Красиво. Все в зелени. Сейчас идем на самую главную площадь. Уже хочется мороженого. У меня цены тут предельные. Пончик. Вафли. Хот-дог. Пончик. Кабарский бург. Флеб. Мороженое. Мороженое чистой линии. А цены? Пошли. Значит, ладно. Заходим на два. Один. Два. Все-то 100 рублей. Дальше нам надо, по идее, туда. Вон еще одна свадьба. Пятник у них тут на траве. Фотосессия. Вон еще одна свадьба. О, прям воспоминания идут моей свадьбы. У нас тоже с вами была классная фотосессия. Сокращаем путь. И у нас открывается нашему взору одно из зданий. Может, это какой-то хлебный дом. Дворцовый ансамбль. Получается, мы здесь. Вот-вот. Здесь, а так мы сюда идем. Здорово. Дворец. Обалдеть. Я всегда смотрю на такие. И думаю, тут же жили люди. Большой коллерийский корпус. Пойдем теперь мы туда посмотрим. В миниатюрах там весь этот комплекс.